Новый год Новый год Какой оливье правильный? С мясом или с колбасой? И вот во что вылились эти споры Победила колбаса! Она набрала 38% наших симпатий За мясо в оливье проголосовали 26% рассказывцев Почетное третье место и 14% голосов Не важно колбаса или мясо Важно соблюдать единицу измерения оливье Ровно один тазик 7% без разницы, главное не ударить в оливье лицом И 4% ничто так не украсит ваш праздничный стол, как петарда в салате оливье Авторы других ответов считают, что салат оливье должен быть с курицей, с майонезом, с горошком Без мяса и без колбасы подхватывают вегетарианцы Кому как нравится, кто интеллигентный, тот ест колбасу А мясо – человек, в котором просыпается зверь А я вообще не люблю такой салат Больше всех мне нравится салат с крабовыми палочками Оливье, безусловно, самое главное украшение стола Но главное не упасть в это кушанье, пока в нем стоит петарда Четко подмечено, ровно тазик, чтобы лицом не промахнуться Правильный оливье не должен мешать праздничному танцу на столе Оливье – новогодний салат, значит он всегда правильный Как бы там ни было, оливье жил, жив и будет жить К тому же у салата потрясающая история Все началось, ну где-то примерно в середине 19 века Когда французский повар Люсьен Оливье построил в Москве трактир Эрмитаж В котором все было устроено, конечно же, на французский манер Эрмитаж, который переводится с французского как «место уединения» Стал излюбленным местом у дворянства Высококлассным рестораном для избранных Ну а попросту дворцом обжорства Одним из коронных было блюдо, которое называлось майонез из дичи Основу блюда составляли филе рябчика и куропатки Во французской кухне того времени салаты не перемешивались Ингредиенты нарезались, красиво укладывались на блюдо и сверху заливались соусом Для своего фирменного блюда майонез из дичи Оливье придумал специальный соус На основе оливкового масла, уксуса и яичных желтков, который он назвал провансаль К большому своему сожалению Оливье заметил, что подвыпившие русские ценители прекрасного Не желают вкушать изысканные блюда слоями Они варварски перемешивали ложкой все в кашу и с удовольствием поедали это месиво Повар не стал плыть против течения и пошел на поводу у местной публики Стал нарезать все ингредиенты майонеза из дичи мелкими кубиками Перемешивать все это и подавать на стол Так родился наш салат Оливье Подлинного рецепта салата не знает никто Оливье строго хранил эту тайну и унес ее с собой в могилу После смерти Оливье салат остался популярен, но начал деградировать После революции из него исчезли буржуйские рябчики В советское время мясо куропатки заменили на банальную докторскую колбасу Каперсы были заменены более доступным зеленым горошком А вот откуда в Оливье взялась морковь, которую изначально даже не предполагали Изначально одним из важных ингредиентов салата Оливье были раковые шейки Но на худой конец крабовое мясо В 30-е годы 20-го века в ресторане Московского дома литераторов Местный повар вместо дорогих крабов стал класть в знаменитый салат мелко нарезанную морковь В надежде, что подвыпившие акулы пера не заметят подделку Разумеется, это новшество быстро подхватили и изгнали крабов и раков из народного салата А теперь главный секрет салата Оливье Французский повар Люсьен Оливье никогда не изобретал нашего родного русского салата Оливье Картошка, зелень, лук, мясо, яйца, огурцы Это не что иное, как заготовка для окрошки Которую русские крестьяне часто ели, не заливая квасом, а заливая сметаной В общем, это два совершенно разных блюда Оливье француза Оливье и наше родное русское Оливье Вот такая нелегкая доля у нашего любимого салата Оливье Который в новогоднюю ночь будет стоять практически на каждом праздничном столе А что на нем будет еще? Проходим последний в этом году тест Покажи свой новогодний стол и все с тобой понятно Сколько времени занимает у вас приготовление новогодних блюд? Один день и более Полдня 31 декабря, 2-3 часа Я вообще не готовлю, мы ходим в гости Весь день 31-го, конечно, весь день стоишь у плиты прям до 11 часов Ну а к вечеру потом хватает сил-то на бокал шампанского? Готово, дети поддерживают Какие салаты будут стоять на вашем новогоднем столе? Как всегда, оливье, селедка под шубой, мимоза Каждый раз экспериментирую с новыми рецептами Сделаю несколько традиционных салатов и что-нибудь новенькое Я вообще не заморачиваюсь на салаты Салат оливье обожаю Что-нибудь из рук вон выходящее, например, запеченного страуса Пожарю картошку, это тоже вкусное блюдо Пожарим окорочка Мяс по-французски, конечно К чаю на Новый год вы обычно Покупаете готовый торт в обычном магазине Заказываете индивидуальный, огромный новогодний торт Печете торт сами Обходитесь конфетами и печеньем Все равно до торта никто не доживет Торт покупаете, печете торт Печем Сами печете? А какой торт будет в этом году у вас? Ой, мы хотели что-нибудь такое, этот муравейник сделать При приготовлении блюд на Новый год вы ориентируетесь правилам Блюда должны кормить нас еще 2-3 дня после Нового года Блюда должны восхитить собравшихся за столом Не важно, какие блюда Главное, чтобы было вкусно Новый год справим, поедим, выпьем А 1-го числа уже хоть потоп Что ближе? Так, ближе, не важно, какие блюда Главное, чтобы было вкусно и весело провести Новый год Чем коронным будете угощать своих близких в эту новогоднюю ночь? Ну, коронного такого нет, у нас никакого блюда Но в семье мы собираемся просто в дворе пожарить честный шашлык В новогоднюю ночь? Да, у нас так мы хотим как-то необычно провести Ну, это очень здорово С наступающим вас, всего хорошего Спасибо, вы наш последний в этом году счастливый участник Я очень рада Тест благополучно пройден Вы, уважаемые рассказовские хозяйки Самые правильные повара новогоднего стола На нем всегда есть место и оригинальности, и меры Вашим гостям, родным и близким Всегда комфортно и вкусно за вашим новогодним столом Так держать! Совсем недолго ждать осталось праздника И Дед Мороз с подарками в пути Мечты у нас, конечно, очень разные Но каждому мы пожелать хотим Пусть радостью и счастьем дом наполнится Пускай удачи новые придут И все мечты, заветные, исполнятся в 2013 году С наступающими вас праздниками и до встречи после новогодних каникул Всегда ваша занимательная статистика Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова